Девять утра в Киеве. Начинаем информационный день на ЮЭТВ. В студии Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Один украинский военный ранен на Донбассе за минувшие сутки. Российско-оккупационные войска режим тишины нарушили 16 раз, сообщили в пресс-центре объединенных сил. Позиции украинских защитников. Боевики обстреливали из пулеметов и гранатометов. Использовали запрещенный калибр. В частности, под минометный огонь попали защитники Гнутова на Приазовье и Новолуганского на Светлодарской дуге. Подготовка к разминированию. Вблизи Петровского и Богдановки Донецкой области завершилась практическая фаза разведения сил. Украинская сторона приступает к разминированию территорий, сообщил руководитель пресс-центра объединенных сил Андрей Агеев. В течение трех дней позиции изменили 42 украинских военнослужащих. В частности, переместили 3 БМП, 2 грузовых автомобиля «Урал». Разведение сил и техники вблизи Петровского и Богдановки началось 9 ноября в полдень. Это одно из условий для встречи в нормандском формате. Ситуацию с разведением сил обсудят на заседании трехсторонней контактной группы. Оно пройдет в Минске. Также одна из тем освобождения заложников, которых удерживают на оккупированных территориях Донбасса. Приведущее заседание прошло 29 октября, на котором стороны согласовали разведение сил в районе Петровского. Из гражданского медика в санинструктора боевого подразделения. Одна поездка на прифронтовой Донбасс изменила отношение к войне харьковского врача. Сним корреспонденты ЮИТВ познакомились недалеко от оккупированного российскими формированиями Донецка. История бойца в сюжете Игоря Меделяна. Прилет одинокой гранаты напоминает о том, что война совсем близко. Евгений – боевой медик Роты. Вместе с товарищами они проводят нас на одну из позиций. Убережный снайпер актуально? Да, конечно, актуально. Еще как. Сюда приезжают снайпера, их нехорошие, и работают по нашим позициям. Войну он увидел еще в 2014-м. Тогда Евгений работал медиком скорой помощи в Харькове, и его бригаду отправляли в славянский Бахмут. Там помогали и военным, и мирным жителям. Через несколько лет он вернулся на Донбасс, и та поездка изменила всю его жизнь. Поехал со своей гражданской женой, она у меня из Красногоровки, Тамаринский район, к ней в гости, познакомился с тещей. Он посмотрел на город, город прифронтовой, увидел картину разрушений. И меня это сильно впечатлило, и я решил пойти служить. Вот надоело все это. Минувшим летом он впервые попал на фронт. Сейчас их подразделение удерживает один из важнейших рубежей на Донецком направлении – шахту Бутовку. Здесь Евгений пережил свои первые бои и первые потери. Тяжело было смотреть на то, как умирает твой товарищ. Было дело, когда нашего товарища снайпер смертельно ранил. Мы оказывали ему первую медицинскую помощь. Боролись до последнего, но спасти не удалось. Бороться до последнего – за каждую жизнь. С этим принципом, говорит Евгений. Он работал в мирной жизни, с ним же воюет на передовой. Кантовую истину – там, где смерть совсем близко, человеческому притворству нет места. Здесь каждый день проживает жизнь, как последний раз. То есть каждый день, как последний. Чтобы сохранить жизни товарищей, он часто проводит с ними занятия по тактической медицине. А еще каждый день обходит траншеи, проверяя пути эвакуации на случай, если кто-то из бойцов получит ранение. Из Донецкой области Игорь Меделян, Александр Чабан, UATV. Военную помощь Украине замораживали в Вашингтоне. По политическим причинам предоставить ее хотели в обмен на расследование против семьи Байденов. Об этом заявила зампомощника секретаря обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса. Они проходят в рамках расследования возможного импичмента американского президента Трампа. Информацию можно увидеть в стенограмме ее выступления. Купер также заявила, что указывала властям на проблемы, которые могут возникнуть из-за задержки помощи Белым домам. Палата представителей США запустила процедуру импичмента против американского президента в конце сентября. Демократы обвинили Дональда Трампа в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. По их данным, Трамп призывал главу Украины начать расследование против одного из главных соперников на следующих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Демократы уверены, таким образом Трамп пытался втянуть Украину в американские выборы и злоупотреблял своей должностью. Владимир Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, давления на него со стороны Трампа не было. Украина подписала контракт о поставке самолета Ан-178 для Перу, сообщило госпредприятие Антонов. Теперь украинские суда будут в арсенале национальной полиции Перу. Украина участвовала в открытом тендере и победила, опередив самолеты от компаний Леонардо и Airbus. Подписав этот договор, Киев открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов Антонов, говорится в сообщении. Максимальная высота полета Антонов 178 – 12 тысяч километров, дальность 5,5 тысяч, а скорость 825 километров в час. Самолет может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе и грунтовых. 60 спутников для создания сети глобального интернета запустила в космос компания SpaceX. Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала со станции Cape Canaveral в американском штате Флорида, сообщает официальный сайт SpaceX. В компании подчеркнули, что если спутники не выйдут на орбиту, 100% их компонентов сгорят в атмосфере. Это лишь небольшая часть эксперимента для создания глобального покрытия интернетом. Всего SpaceX планирует запустить 12 тысяч спутников. Половину из них удастся отправить в космос до 2024 года. Классика и джаз. В филармонии сегодня состоится концерт известного австрийского трубача Томаса Ганша и Национального президентского оркестра. Среди классиков Херберт Кларка, Джаки Нарасини и Александр Арутюнян. Джазовые композиции австрийских авторов с репетицией оркестра вернулась Инна Сазанина. Первая репетиция известного австрийского трубача Томаса Ганша и Национального президентского оркестра в разгаре. Играют классические произведения, понимая друг друга практически без слов. У нас язык один, это язык музыки, поэтому нам очень легко общаться. Конечно, есть некоторые нюансы, касающиеся трактовки произведений, но это для нас не проблема. Думаю, мы справимся. Среди классических произведений Херберт Кларк, дебютант и увертюра к сивильскому цирюльнику Рассини. Концерт для трубы с оркестром Александра Арутюняна, любимый у австрийского музыканта. Я люблю исполнять Арутюняна, это большой концерт. Я никогда не играю классическую музыку соло, это скучно. Здесь оркестр мне аплодировал, и я за это благодарен. Во втором отделении оркестр сыграет джазовые композиции современных австрийских авторов. В другом отделении прозвучат произведения современных австрийских композиторов. Франца Цигулки, Томаса Ганша и Томаса Доса. У Томаса Доса это прогрессивная композиция, которую мы называем «Яркая вена». Томас Ганш приехал по приглашению президентского оркестра в рамках Года культуры Австрия-Украина. Это начало проекта, который инициировал украинский коллектив. В дальнейшем планируют пригласить исполнителей из США и Японии. Инесса Занина, Антон Куница, ЮЭТВ. Двух азиатских слонов из Венгрии привезли в Украину. 11-летний Шанти и 9-летний Динкар будут жить в Николаевском зоопарке. К приезду новых питомцев готовились почти два года. Построили вольеры по современным европейским стандартам. Месяц новоселы проведут на карантине, потом их познакомят друг с другом. Очень сложная была подготовка и получение слонов. Как никогда сложная. Два года у нас ушло на то, чтобы добиться от Европейского Союза получения слонов Николаевский зоопарк. Перед этим была сделана огромная реконструкция помещения. Построен новый вольер совершенно. Мы с первых минут уже осматривали помещения, в которых находятся. Вот этот слон Шанти, который сейчас находится на экспозиции, его видно. Он заинтересовался приготовленным песком, он себя им осыпал, он взбирается на эту песчаную кучу. Он по ней спускается с другой стороны, ему нравится ходить. Новости об Украине на пяти языках мира на сайте телеканала ЮЭТВ. Спасибо, что смотрите и спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok